Здраво, меня зовут Мирка Здравич. Здесь, в ГДК, снова проходит фестиваль современной молодежной культуры Анимао 2019 сказки. Последнее время в СМИ возникают информации о том, что аниме негативно влияет на неокрепшие детские умы и пропагандирует насилие. Вот, не так не говори нельзя. Мы сегодня попытаемся вот развеять этот миф и доказать всем, что аниме это вот безобидно. Что у вас за персонаж? Я черной доктор из 14 века. Доктор, да? Опять же, это позитивный образ. Вы лечите людей. Сжигаю. Так, в принципе, как Елена Малышева. Суть обрезания, давайте покажем. Божественный акт. То есть тоже не всегда методы лечения действенные, но по сути цели-то благие. Генерал Эзбас. Она истребляет тех, кто не верен столице на того, куда ей укажут, кого убивать. Кстати, это на самом деле нам подходит. Любить свою страну и делать все ради нее процветания. А кто против, того убивать. Не костюмы СС, да ведь? Нет, что вы, это точно нет. У нас клановые воины. Воины. Ну не, прям воины. Для меня аниме, это я не знаю, что это. Это японские мультики такие. А, да. Японские мультики, да, хентай смотрел, как бы. Я люблю аниме. По тебе сразу видно, ты анимешный персонаж. Да. Мне кажется, в Японии называли бы что-нибудь, связанное с усами. Нет, мне кажется, в Японии меня называли так же, как и в России бы. Сергей. Не Сергей. Там про что это? Ну, там в основном про взрослые темы, как бы. Кстати, это хорошо, кстати. Взрослые темы надо, мне кажется, поднимать. Хентай мог бы посоветовать? Ну, я во-первых, ну... За это должны сажать. Да. Кого-то, не знаю. Ну, нет. У нас, в принципе, всегда есть кого сажать. Да. Я вспомнил, что ведь и в России есть тоже свои супергерои. Ну, вот, например... Защитники. Я бы хотел костюм себе заказать. А сколько будет идти? А сколько будет стоить? Четыре месяца? Смотри фильм «Защитники». Там вот персонаж был, Арсус. Куда мне идти? Мне максимально быстро надо костюм. Ну, вот, собственно, смотрите, костюм Арсуса из фильма «Защитники». Я думаю, что очень похоже. Вот я. И вот он. А? Ну, у меня, значит, в учениках есть Наруто, Саски и Сакура. Так. Наруто тупой. Я не могу ему ничему научить. С одноклассниками такая же... У меня класс был, короче, половина Наруто, реально. О! Ну, поскольку у него есть вот левый глаз, он может копировать абсолютно любые техники. Персонаж, он для России как раз подходящий, потому что мы в России иногда тоже любим нет-нет-нет, что-нибудь скопировать. Ну, да. Царевна-Лебедь. Какие у нее здесь суперудары? Ну, никаких. Ну, так, управление, там, солнце, луна. Ну, там, по мелочи. По мелочи. Почему ты, кстати, пошел работать в полицию? Потому что надо защищать себя, своих близких. В строй. Если придется разгонять вот митингующих, смог бы это сделать? Да. Навального насмотрятся и нападают на сотрудника полиции. Я против НБ. Очень много не детского контента, очень много. Кентай, различного рода, там, Йоя Юрия и так далее. Но я в этом немножко разбираюсь, хотя не смотрю. Но он мне только рассказывал. У некоторых они просто опошляют вообще тему всю. То есть, типа, груди там 15-го размера у всех женщин подряд. Какая должна быть грудь, чтобы не было вот пошли? Ну. Какого размера? Ну, просто, типа, не на это акцентировать внимание. Спасибо большое. Счастливо. Я вообще советую не смотреть аниме, потому что, как бы, аниме, оно вредит психике. И новое поколение, как бы, оно вырастает уже каким-то не тем, которое, ну, раньше было. То есть, нам вот это вот все оттуда, за рубежные вообще не нужно? Нам не нужно ничего такого вообще. Нужно просто понимать, что такое аниме. Молодежи надо чем-то увлекаться, о чем-то говорить. И поэтому они смотрят аниме, разговаривают по поводу него. У него нет ничего плохого. Это, во-первых, очень колоссальный труд. Это искусство. Пропаганда насилия, она может быть в любой форме. Точно так же, как пропаганда всего остального. Курение вредит больше. Я вот курю. А, собственно, вот поеда. Ну, это все. Фестиваль Анимау 2019 сказки подошел к концу. С вами был Мир Кондравич. До скорых встреч.